Согласно новым карантинным мерам, дополнительные ограничения коснутся людей, отказывающихся от вакцинации. Например, сотрудники крупных промышленных предприятий и работники сферы услуг должны будут предоставлять отрицательный результат теста на коронавирус, иначе им могут не разрешить выход на работу. Власти объявили ужесточение мер в связи с регистрацией случаев мутации коронавируса, характерного для индийского или дельта-штамма. Если вчера в столице зарегистрировали один случай, то сегодня их уже 30. Нур-Султан всё ещё остаётся в красной зоне по темпам распространения коронавируса. По последним данным, в Казахстане почти 3 миллиона человек получили первый компонент вакцины. Оба компонента получили 1,7 миллиона граждан. По словам эпидемиолога Рафаиля Кипшапаева, из-за низкого уровня вакцинации населения число заболевших может возрасти. «Это комплекс мер. Во-первых, очень сильное антивакцинальное лобби. В данном случае, я считаю, государство, скажем так, как-то проигрывает ту информационную войну, которую развязали. И чем больше и быстрее людей провакцинируется, тем меньше шансов будет на возникновение таких мутаций, которые нас будут поражать». Министр здравоохранения Алексей Цой прогнозирует, что число привитых казахстанцев к сентябрю достигнет 10 миллионов. Неделю назад он выразил уверенность, что система здравоохранения в стране готова к борьбе с любыми штаммами коронавируса. «В любом случае готовы, независимо. Завтра появится там и какой-нибудь другой, иной штамм вирус. Все больницы, они готовы к режиму развертывания наших дополнительных резервных коек». После обнаружения мутации коронавируса, характерного для дельта штамма, правительство намерено ускорить темпы вакцинации населения. Однако на данный момент неизвестно, как они планируют это делать. В стране занято четверть коек в инфекционных больницах и 21% реанимационных палат. По последним данным, в Казахстане за день коронавирус и коронавирусную пневмонию выявили у 944 людей. 13 умерли.